От пациента после ДТП делали КТ в областном отделении травматологии. Выявили перелом оскольчатый Л3 поясничного отдела. Буду судиться с виновником аварии. Хотелось бы понять степень тяжести травмы и прогноза на лечение. Консультативное заключение по представленным мр томограммам пациента 42 лет. Дата исследования 16 сентября 2022 года. Область сканирования поясничный отдел позвоночника. При мультиспиральной рентгеновской компьютерной томографии исследования использованы построения в аксиальной, корональной и сагитальных плоскостях, выполнены трехмерные реконструкции. При МСКД исследовании пояснично-крестцового отдела установлено, определяется клиновидная деформация тела Л3, высота переднего края 24 мм, заднего 29 мм. Просвет позвоночного канала на этом уровне не компримирован, сагитальный размер его 13 мм. В теле TH12, гемангиома размером 13х7х6 мм. Поясничный лордоз выпрямлен. Дугообразные изменения вертикальной оси позвоночника не выявлены. Явление субхондрального склероза замыкательных пластинок тел позвонков. Снижена высота межпозвоночных дисков в каудальном направлении. Крестцово-подвздошные сочленения, суставная щель неравномерно сужена, явление субхондрального склероза. КТ-признаки остеомиелита тел позвонков в зоне сканирования не выявлены. Паравертебральные мягкие ткани без особенностей. Заключение, КТ-картина компрессионного перелома тела Л3 с формирования передней кленовидной деформации первой степени по Филсенбердж, гемангиомы тела TH12, умеренно выраженных дегенеративно-дистрофических изменений, пояснично-крестцового отдела позвоночника. 28 октября 2022 года КМ.Н. доцент Котов М.А. заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. С формальной точки зрения перелом тела позвоночника, это тяжкий вред здоровью. Должны возбудить уголовное дело по статье 264 УК РФ, но с практической точки зрения деформации три поясничного позвонка минимально, и каких-либо особых проблем тут быть не должно. Я бы посоветовал сделать МРТ, там можно будет оценить компрессию нервных корешков и за счет визуализации отека костного мозга доказать свежесть травмы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok